На данный момент ситуация какова, то есть в попыхах Министерство обороны пытается забросить туда максимальное количество людей, которые полностью не укомплектованы как техникой, так боеприпасами, оружием и всем остальным. То есть состояние техники, вы видите, вот один представитель, на чем хочет Генеральный штаб, Министр обороны, президент, чтобы черниговские ребята защищали, в том числе и его семью. В 18 часов машины сюда прибыли для погрузки на эшелон и мы должны были отправляться. На данный момент сухопайка нету, обеспечения продовольствием однозначно нету, до конца люди не одеты, только выданные бушлаты. Нас просто пригнали, в холодный вагон закинули, без света, и мы там ночевали. Такая попа страшная, вот это что нам выдали, ушла, слава богу, все остальное за свои деньги купим. Нема антифризов, ну лучше, не сухопай, ничего сказали, сегодня сказали, что вы прожили большой поклон и все. Реально топлива до конца нету, резина лисая. Реально техники у нас нет, мы едем как велосипедный батальон, полгода назад велосипедный батальон ехал воевать, так и опять едем назад воевать с этим велосипедным батальоном. Ключей нету, ремотделение какое-то, оно-то и есть по штату, но его реально, оно не укомплектовано, просто есть назначенные люди. Людей кормить нечем, то есть голод, холод, то есть если бы не волонтеры, мы вообще здесь бы сейчас замерзли, или начали бы вырубывать тут местные леса. Вот где земля мы обращались, Андрея Дереземля, и вот... Мы закупили мед препараты, мы закупили преобразователи для зарядки там мобильных станций, это ежа, каждого дня фактически привозим ежу, это шлати, это теплые вещи. Они здесь стоят, нет ни питания, ни дров, угля для обогрева, можно сказать, холодные, голодные. Мы сразу на это, конечно, отреагировали, привезли сначала продукты, печенье с сахаром, сладкое, и, конечно, там, тушенки, консервы, пообщались с ним, и еще оказалось, что им надо сигареты, какой-то, как они просили, кастрюлю, но мы закупили казанок, он более такой подходящий для... Решили садить, покушать на костре, поэтому купили этот казанок, ну и, опять же, это просьба техников, это ключи, ремонтировать технику, поэтому вот закупили, привезли уже второй раз эти ключи, казанок и сигареты. Их бросили здесь, и никто не помогает, они ждут отправки, и непонятно, когда-то будет осуществлено, и поехали они в мэрию с просьбой тоже что-то, чтобы им помогли. Мы в гурсовете были, ситуация такая, мы общались, мы не встретились там с мэром, но мы общались с заступником, Микола Миколаевич, фамилии не помню, вот, ну он пообещал слезно, что в течение двух часов они помогут нам хотя бы чем-то обогреть людей, потому что нету дров, люди сейчас находятся, ну, температура вечером минусовая, пока еще днем, ну, вроде как плюс. На ночь печки нечем обогреть, людей не кормили со вчерашнего обеда, люди находятся, ну, то есть, сам себе отдал.